Хочешь приобрести элитный набор, а душ не хватает? Тогда советую посетить сайт ProSeller, где ты сможешь приобрести множество персонажей игры Injustice, Mortal Kombat, а также заполучить большое количество монет и душ по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Все делается быстро и качественно, впоследствии чего твой аккаунт забанен не будет. На сайте недавно появились промокоды, при вводе которых вы получаете неплохие бонусы в виде 2000 душ и 1500000 кредитов силы. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Всем привет, ребят, вы на канале Steven Games, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile, и это первый взгляд на персонажа Тремора. Да, именно Тремора. Я почему-то в предыдущем ролике не совсем обратил внимание на то, что его зовут Дрожь. Афтершок. Дрожь? Что за дрожь? Возможно, Тремор переводится как Дрожь, но я как-то особо не вникал в это. И да, на самом деле, его же вроде зовут Тремор. Хотя я особо в Мартухе не разбираюсь, вы помните, поэтому это как-то странно всё. Но да ладно. Я, кстати, ещё не залил предыдущий ролик, потому что я сразу хочу записать несколько видосов, и потом их постепенно заливать. И в целом, я думаю, многие обратят внимание на то, что Дрожь? Серьёзно? Какая нафиг Дрожь? Поэтому как-то так. В общем, ладно. Дрожь Афтершок. Давайте на него ещё раз глянем, потому что, возможно, многие не видели предыдущий ролик, либо не захотели его смотреть, и сразу переходят на персонажей. Быстро перейду на пассивную способность. Самое слабое звено. Каждый раз, когда Дрожь вступает в бой, против него выходит слабейший из противников, который оглушается. Мастера единоборств имеют шанс на неблокируемые атаки в бою с противниками из преисподней. В общем, как-то так. Я выбрал всех троих мастеров единоборств. Ну, в целом, Дрожь, точнее, Тремор является мастером единоборств. Также Скорпион Спецназ, он мастер единоборств. И Кунзинь Шаолинь. Кстати, их я поменяю, пожалуй, местами. Как-то так сделаю. Почему я выбрал Кунзиня Шаолиня? Спецприём в начале боя. Как раз-таки Тремору он понадобится. Ну, а Скорпион Спецназ, сами понимаете, он нехило так защищает, поэтому тоже будет неплохим таким персонажем. Так, давайте по-быстрому приобретём карточки этому персу. Я что-то про них совсем забыл. Нужно всё сделать по красоте, поэтому мы сейчас приобретём их очень быстро. И я дальше продолжу, конечно. В целом, всё. Я прокачал как раз-таки карточки. Теперь у него атака 42 тысячи, здоровье 64 тысячи, стойкость 28 тысяч. Персонаж не слабенький, и это, конечно же, нам пригодится. Ещё раз давайте вникнем в пассивку. Каждый раз, когда дрожь вступает в бой, против него выходит слабейший из противников, который оглушается. Мастера единоборств имеют шанс на неблокируемые атаки в бою с противниками из преисподней. В целом, всё понятно. Я думаю, что как раз-таки вторым ему стоять и нужным. Экипировку я подобрал такую. Молот гнева. Маска элементаля земли и медальон душ. Маска элементаля как раз-таки приносит 30% сопротивления всем отрицательным эффектам. 20% вероятности переноса. 50% очков урана. Здоровье при выполнении спецприёма 1. И 20% бонуса к заряду силы. Нам это очень сильно пригодится. И, скорее всего, нужно будет спамить первым спецприёмом, который наносит 27000 урона без каких-либо плюсиков. Ну, а также я постараюсь продемонстрировать X-Ray. Ну и спецприём 2, естественно. Поэтому, что ж, погнали. Давайте попробуем сейчас бой в сети. Сложная битва. Играть будем на сложной битве. Я думаю, чтобы посмотреть, в принципе, как он справится с Jade Assassin. Джонни Кейджем-Охотником на нежить. И Эроном Брэком... Эроном Брэком, блин. Брэком Стрелком. Это будет сложновато. Хотя, возможно, и нет. Играю, кстати, на айфоне. Это значит, что экран здесь работает у меня стабильно. Я его ещё не угробил. Поэтому всё отлично. Выбираем сразу же Тремора. Так. И надо... Воу-воу-воу-воу. Тихо. Получай. Ставим блок. Получай камнем. Отлично. Блок. Что-то заторможенно как-то игра работает в плане того, что звук опаздывает. Либо мне кажется. Так. Тихо, тихо, тихо. Джейд. Спокойно. Блин, а я не могу ничего сделать-то ей, по сути. Нет. Проводить я не буду. Джейд меня прикончит, если я проведу. Блок. Хорошо. Ну... Как вам сказать? Персонаж вроде бы... Нормальный. А нет, странно. Смотрите, она ничего не сделала. Ну ладно. Джейд, ты сломалась, что ли? Это вообще Джейд? Я понять не могу. Её то ли пофиксили, то ли что. Она что, сломалась? Что это такое было? Да ну нафиг. Тремор вообще... Убийца какой-то. Посмотрите на спецприём. Если бы у него сейчас призрак не сработал у Эрона Блэка, то он бы прикончил этого Эрона Блэка без особых проблем. Да он и сейчас его добьёт. Так, спецприём один. Ну-ка давай. Смотрим на него. Неплохо так. Да не, он убийца просто. Вы посмотрите, он просто разнёс эту команду. Я раньше против Джейд очень долго играл. Но, возможно, её просто пофиксили. В этом-то и плюс, наверное. Но всё-таки то, что он разнёс один всю команду, это супер. Это просто супер. Ну и плюс здесь, конечно, с экраном всё хорошо. Поэтому за минуту 16 секунд одним персонажем победили. В общем, как-то так. Что ж, идём дальше. Снова Джейд Ассасим попадается. Надеюсь, она сейчас будет тоже таким же бестолковым персонажем. Я смогу её прикончить сразу. А если вдруг нет, то я надеюсь, что дрожь... Точнее, не дрожь, а Тремора Спасёт тот же Скорпион Спецназ. И всё будет тоже в ажуре. Так. Ха, она сменится решила. О, оглушение. Отличное. Мы сразу же используем Спецприём-2. Наносим его. Получай... О, 51%. Если бы чуть больше, я бы добил Мелину. Ну ладно. Как получилось, так получилось. Здесь блок. Так, хорошо. Проводим. Получай камнем в лицо. Вот, неплохо. Ну-ка. Получай. И Спецприём сейчас второй снова. Работает на все 100%. Теперь сразу же 78%. Сразу же Спецприём-1 используем. И я думаю, добиваем мы и Таню. Останется только лишь одна Джейд. Да, остаётся одна лишь Джейд. Здесь блок плюс пробивание считает не очень хорошо. Ох, ничего себе. Хорошо, что вот я Скорпиона поставил. Он только что, можно сказать, нас спас. Ну и Джейд, скорее всего, в предыдущем бою она сломалась, что ли. Потому что, как вы видите, сейчас она не косячит. Да, в предыдущем бою мне просто повезло, как кажется. Так, ладно. Получай. Так, всё, вроде бы она отвисла. О, оглушение было! Блин! А вот тут моя ошибка. Здесь чисто моя ошибка. Всё, вынесли перса. Да, вынесли. Здесь моя ошибка была. Я во время оглушения мог нанести спецприёмы. Тогда бы проблем вообще никаких не было. А так как так получилось, чё поделать уже. Вот, можно было просто оглушить, вызвать треморы и нанести урон. Почему я так не сделал? Вопрос, конечно, интересный. Но я думаю, Джейд всё равно нас не добьёт. Хоть она и хороший персонаж. Либо добьёт. Не-не-не, проводить я уже не буду. Всё. Всё, проводить я не буду. Максимум вот такой вот спецприёмчик нанесу в конце. Тихо-тихо, Джейд. Победа. Фу, всё, мы одолели. Но здесь, как вы видите, остаётся только один кунцинь живый. Здесь просто Джейд, она какая-то слишком хорошая была. И скорее её всё-таки не пофиксили. Всё-таки её не пофиксили. Здесь у нас Трибраг Смоук, Трибраг Сабзира и Трибраг Сайракс. Но опять же против нашего суперперсонажа. Посмотрим. Если вашего бойца кто-то использует, это очень плохо. Ребят, берегитесь. Смотрите, я тоже решил сменить. И снова я оглушение, кстати, поставил. Но я думаю, что я не вынесу этого персонажа. Ну, это понятное дело было. Сразу же спецприём 1 используем. Ну, хотя бы, чтобы от одного перса избавиться вначале. Отлично. Как вы видите, получилось. Здесь у него щит сейчас. Он должен сойти. Так, щит сошёл. Хорошо, что в блоке был. Так бы сейчас меня вынесли очень быстро. Сейчас главное, чтобы Сайракс не выскочил. Ох, Сайракс выскочил. Да, вот об этом я и говорю. Выскочит Сайракс. Ну, хорошо, что Скорб спас меня. Серьёзно. Если бы не Скорб, то всё, мне бы ханало. Я совсем забываюсь про Скорпиона, что он меня всё-таки кое-как спасает. Так. Я, наверное, сейчас и у Тремора буду накапливать... Ох. Икс-рей. Или всё-таки не стоит этого делать? В такой не очень хорошей ситуации. Истощение силы. Ну, здесь я плюс этих персонажей не прокачивал. Как вы видите, мне доступен только спецприём один. Поэтому приходится возиться. Так, так, так. Нет, спецприём. Давай, 92%. Неплохо. Истощаем. Отлично. И дальше выбираем этого Перса. Хорошо, Скорб. Молодец. Блок. Так, и давай сейчас... Вот таким вот образом поступаем. Оп. Притягиваем. Здесь у нас оглушение. Блин, да что произошло? А почему? Чё за фигня только что произошла? Я выбрал персонажа, он был в оглушении. Я хотел спецприём 2 нанести. Он взял так быстро, резко исчез. Нечестная. Так, ладно. Скорее всего, пускай лучше на Хунзи не использует он. Так, это вот персонажа добиваем. Остаётся у нас только... Хорошо, закосячил. Отлично. Ну, с Тремором ошибка очень большущая вышла. Там спецприём 2 накоплен был. Я думаю, что я бы уже с Сайроксом разобрался кое-как. Но, как вы видите, нет. Не получилось. Плюс я там ещё и X-Ray не накопил. Но он очень долго копился. Ждать особо не хотелось. Я думаю, что X-Ray мы под конец уже этих боёвок мы как-нибудь его вытащим. Не знаю как, но вытащим. Всё будет отлично. Что ж. В общем, и здесь мы прошли. Какая-то битва была вообще. Это была третья. О, сейчас одни алмазные персонажи. Рейден, Люкан, Скорпион. Ну, это, конечно, красиво. И подбор противников такой ещё нехилый. Не знаю, справлюсь, не справлюсь. Но постараюсь. Постараюсь в любом случае не закосячить. Надеюсь, получится. Но я уже не уверен, что-то я смотрю на этого Люкана и понимаю. Что за фигня? А что за ерунда-то произошла только что? Я так и не понял. Так, ладно. Нет, блок, блок. Ну, я же ставлю блок. Ладно. Да какая смена-то быстрая. Это жесть просто. Давай, давай, давай. Блин, у него таланты ещё. У меня тут талантов нету. Они у меня не прокачаны. Да нет. Нет, ну, какой... Фу, Скорб. Спасибо тебе большое за то, что ты защитил его. Ай-яй-яй. Так, ладно, выбираем. Здесь мне хотя бы спецприёмы доступны. Сейчас, главное, с трэмором не закосячить, как я это сделал в предыдущий раз. Ой-ой-ой. Ладно, давай-давай-давай. Быстрее всё. Истощение спецприёма. Хорошо. Ой, нет. У этого накопился. О, нет, нет, нет. Фу. Отлично, вовремя. Лучше пускай я Кунзинем пожертвую, потому что Скорбион спецназ здесь и тремор они тащат. А Кунзинь, Шаолинь, он хороший персонаж, конечно. О, мне ещё и Скорб защитило его. Неплохо. Получай. Так, я от трэмора пока вообще боюсь вытаскивать, потому что не знаю, в какой момент сейчас они могут по мне спецприёмы нанести. Так, от спецприёма 1 мы избавились. Смотрите, что мы сейчас делаем. Мы сейчас наносим спецприём. Вытаскиваем сразу же треморы и спецприём 2. Отлично. Не знаю, что получится, но я надеюсь, что-то интересное выйдет. Нет, блин. Ну как так? Я Кунзинь не успел выбрать, но я это поздновато сделал. Надо бить, пока есть возможность. Нет, возможности нету. Остаётся один Скорб. Нет, тут проводить точно бессмысленно. Проводим. Хорошо. Нет, как он ещё раз нанёс спецприём? У него ж его не было. Блин, проиграл. Ну, не знаю. Ах, сложно. Очень сложно. Я не знаю, как вытянуть такой бой, потому что... Три алмазных персонажа против моих персов. Ладно, давайте попробуем сейчас тогда обычную битву. Сложную я не прошёл. Тогда попробуем в обычной битве. Люкан, Сёмный Император, Джейд, Ассасин и Соня Блэйд, Холодная Война. Блин, здесь будет, конечно, сложновато накопить... Сложновато будет накопить X-Ray, потому что мне хочется в первую очередь ещё и на X-Ray посмотреть. Потому что спецприём 2 и спецприём 1 мы заценили. А вот X-Ray пока я не видел. Поэтому давайте, возможно, как раз-таки на этой команде заценим этот X-Ray. Рекомендуем создать учётную запись. Webplay. Окей, хорошо. Спасибо за рекомендации. Возможно... Ой, не-не-не-не-не, только не сейчас. Фу, хорошо, они сменились. А, более же слабовый персонаж. Это пассивная способность. Работает, выбирает более слабого, что это Берс или как там. Я уже не помню точно. Я думаю, чё, они сменяются? Так, ладно. Окей, погнали. Тихо, иди сюда. Вот так вот. Практически X-Ray накоплен. Не-не-не, Джонни, блин, ну козлины ты, Джонни. Серьёзно, ненавижу тебя, газина. Накопил, практически X-Ray выскакивает. Капец просто. Джонни, свали нафиг отсюда. Честно, всю малину испортил. Практически X-Ray был накоплен. С твоими истощениями этими мудрами. Да, нет. Фу, хорошо, это не Джонни. Я уже думал, сейчас Джонни будет. Снова. Давай, давай, добивай его. Нет, нет, всё, всё. Всё, убираю, по-быстрому. Фу, хорошо. Тут лучше, конечно, Скорпу бы выбрать. А, ладно, уже поздно. Уже поздно Скорпу выбирать. Но я мог тогда бы его истощить хотя бы. Так. Всё, ладно, оглушаем. И здесь, я думаю, что мы сейчас... Благодаря оглушению. Ой-ё-ёй-ёй. Фу, хорошо, X-Ray. Я не врач, пришлось... Что? Что это такое происходит? Жесть. Просто жесть. Он её добил, и плюс защита сработала. Неплохо. Мне X-Ray понравился. Ещё плюс защита срабатывает. Это тоже очень круто. Но, опять же, X-Ray мало кто пользоваться будет. По большей части мы увидели спецприём 2 и спецприём 1. Они тоже были довольно прикольными. А это, наверное, всё-таки самое главное. В целом, я могу сказать, что персонаж хороший. Да, я не прошёл им сложную битву, но это из-за того, что, скорее, первый раз играл им. И поэтому ещё пока что о нём не всё знаю. Кунзинь Шаолинь – это тоже не самый лучший персонаж для подбора команды. Просто я хотел сразу же, чтобы у меня были спецприёмы и продемонстрировать их вам. Ну, а Скорпион спецназ сработал молодцом. Я вам скажу так, что здесь он показал себя на все 100%. И стыщал, когда нужно. Ну, и, конечно же, показал... Показал... Точнее, не показал, а помогал. Тремору как только мог. А это самое главное. Что ж, ребят, на этом тогда всё. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.